чулочки их расстреляли на рассвете когда вокруг пилила мгла там были женщины и дети и эта девочка была сперва велели всем раздеться потом корму всем стать спиной но вдруг расстался голос детский наивный тихий и живой чулочки тоже снять мне дяди не упрекаясь не грозя смотрели словно в душу глядя трехлетней девочки глаза чулочки тоже но сметением на миг эсэсовец опять рука сама собой вновенье вдруг отпускает автомат он словно скован взглядом синим проснулась в ужасе душа нет он отстрелить ее не может но дал очередь спеша упала девочка в чулочках снять не успела не смогла солдат солдат ступи следочка твоя вот так же здесь легла и это маленькое сердце пробита пулей твоей ты человек не просто немец но ты ведь зверь среди людей шагал эсэсовец угрюмо к заре не поднимая глаз впервые может это дума в мозгу отравленном сожглась и всюду взгляд светился синий и всюду слышалось опять не забудется по ныне чулочки дядь тоже снять почему все не так вроде все как всегда тоже небо опять голубое тот же лес тот же воздух и та же вода только он вернулся из боя мне теперь не понять кто же прав был из нас наших споров без сна и покоя я не стала хватать его только сейчас когда он не вернулся из боя смолчал не в попад и не в такт подпевал он всегда говорил про другое он мне спать не давал с восходом вставал а вчера не вернулся из боя то что пусто теперь не про то разговор вдруг заметил я нас было двое меня будто ветром задуло костер когда он не вернулся из боя нынче вырвалась будто из плена весна по ошибке я кликнул его и друг оставь покурить тишина он вчера не вернулся из боя наши мертвые нас не оставят в виде наши павшие как часовые отражается небо в лесу как в воде и деревья стоят голубые нам и места в землянке хватало вполне там и время текло для обоих все теперь одному только кажется мне это я вернусь из боя мусаджалиль волки люди кровь проливают боях сколько тысяч за сутки умрет чё запах добычи вблизи рыщут волки всю ночь напролет разгораются волчьи глаза сколько мяса людей и коней вот одной перестрелки цена вот ночной урожай батарей был чистая вожак матерый предвкушением пирах миллион так и замер его пригвоздил чуть не рядом раздавшийся стон то к березе припав головой бредил раненый болью томим а береза качалась над ним словно мать убивалась над ним все жалеюще плачет вокруг и со всех стебельков и ростков оседает траве не роса а невинные слезы цветов старый волк постоял над бойцом посмотрел и обнюхал его для чего то в глаза заглянул но не сделал ему ничего на рассвете и люди пришли видят раненый дышит чуть-чуть но надежда да все таки есть эту искорку жизни раздуть люди в тело загнали сперва раскаленные шампала а затем на березе петли это слабая жизнь умерла люди кровь проливают боях сколько тысяч за сутки умрет чуя запах добычи вблизи рыщут волки всю ночь напролет что там волки ужас не злей стаи хищных двуногих зверей июнь россия воскресенье рассвет в объятиях тишины осталось хрупкое мгновение для первых выстрелов войны через секунду мир разорвется смерть проведет пора доле и навсегда погаснет солнце для миллионов на земле безумный шквал огня и стали не повернется сам назад два супер бога гитлер сталин а между ними страшный ад июнь россия воскресенье страна на грани быть не быть и это жуткое мгновенье нам никогда не позабыть николаю пенник огонь на меня когда изране на ста крат сама земля горела когда фашисты в сталинград рвались остервенела дошел по рации звеня скупой приказ комбата огонь давайте на меня скорее огонь ребята тот крик души прорезав тьму ушах стоял неистов они могли по-своему стрелять артиллеристы он никак не умолкал покрыв пальбы раскаты свой долг их выполнить он звал огонь огонь солдаты он то молил их как друзей и старых и безусых то клял их силы сердца всей как подлецов и трусов грозился мертвый их кляня обиду полнить свято огонь давайте на меня скорее огонь ребята не прерываясь он гремел хлистал сердца и лица и долгу и долг солдатский повелел приказу подчиниться над громом пушек вился он дыму над батареей огонь 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 пылая голос рейл загрозным валом свой черед подобно урагану рванулась гвардия вперед мама его кургану и на вершине лишь скорбя смогли увидеть люди зачем он вызвал на себя огонь своих орудий закрыл дорогу он врагу став огненную целью все трупы трупы на снегу зеленые шинели и вверх подняв свой мертвый взгляд в победу полной веры среди врагов лежал комбат один шинели серой михаил исаковский враги сожгли родную хату враги сожгли родную хату сгубили всю семью куда ж теперь идти солдату кому нести печать свою пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок стоит солдат и словно ком не застряли в горле него сказал солдат встречай проскофе героя мужа своего готов для гости угощения накрой в испе широкий стол свой день свой праздник возвращения к тебе и праздник пришел никто солдату не ответил никто его не повстречал и только теплый летний вечер траву могильную качал вздохнул солдат ремень поправил раскрыл мешок походный свой бутылку горького поставил на серый камень гробовой не осуждаем я проскофья что я пришел к тебе такой хотел я выпить за здоровье должен пить за упокой сойдутся вновь друзья подружки но не сойтись во веки нам и пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам он пил солдат слуга народа из болью в сердце говорил я шел к тебе четыре года и три державы покорил хмелел солдат слеза катилась слеза несбывшихся надежд а на груди его светилась звезда за город путапешта стихотворение перед атакой когда на смерть идут поют а перед этим можно плакать ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной разрыв и умирает друг а значит смерть проходит мимо сейчас настанет мой черед за мной одним идет охота ракеты просит небосвод и вмерзшая в снега пехота мне кажется что я магнит что я притягиваю именно разрыв и лейтенант хрипит и смерть опять проходит мимо но мы не в силах больше ждать и нас ведет через траншея коченевшая вражда штыком дырявившая шеи бой был коротким а потом глушили водку ледяную и и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую стихотворение анатолия молчанова тринадцать миллионов детских жизней тринадцать миллионов детских жизней сгорело в адском пламени войны их смех фонтанов радости не брызнет на мирное цветение весны мечты их не взлетят волшебной стаи над взрослыми серьезными людьми и в чем-то человечество отстанет и в чем-то обднеет целый мир тех кто вошки из глины выжигают хлеба растят и строят города кто землю по хозяйски обживают для жизни счастья мира и труда без них европа сразу постарел на много поколений недород а грусть с надежды как лесу горел когда ж под лесок новый станет рост им скорбный монумент возменен в польше а в ленинграде каменный цветок что в памяти людей остался дождь прошедших войн трагический итог тринадцать миллионов детских жизней кровавый след коричневый чум их мертвые глазенки сукаризм влезет нам в душу из могилы тьмы из пепла бухенвальда и хатыни из бликов пескаристского огня неужто память жгучий остынь неужто люди мир не сохранят их губы запеклись в последнем крике в предсмертном зове милых мам своих о матери стран мало и великих услышьте их и помните жди меня и я вернусь только очень жди жди когда наводит грусть желтые дожди жди когда снега не тут жди когда жара жди когда других не ждут позабыв вчера жди когда издание местных песен не придет жди когда уж надоест всем кто вместе ждет что забыть пора пусть поверят сын и мать то что нет меня пусть друзья устанут ждать сядут у огня я выплюду горькое вино напомин души жди и с ними заодно выпить не спеши жди меня и я вернусь всем смертям на зло кто не ждал меня тот пусть скажет повезло не понять не ждавшим им как среди огня ожиданием своим ты спасла меня как я вышел будем знать только мы с тобой просто ты умел ждать как никто другой Мартынов пластинок хриплый крик пластинок хриплый крик и радиовещание и непрочтенных книг надменное молчание и лунный свет в окне что спать мешал тревожа но оценить вполне сумели только позже когда возникли вновь среди оторопения моторов мощный рев и музыка и пение и шелест этих книг мы не дочли которых и округлый лунный лик запутавшийся в шторах и в самый поздний час чуть зримый луч рассвета подумайте у нас украсть хотели это и так пор и